Воспитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. МОЦ у Кукурузе. Делегация Гомельской области приняла уделу Международной навуково-практичной конференции, якая пройшла у Минску. Год малой радимы, як стымул во умоцаванні позитивного имиджу мясцовых территорий. Гэтаю тему сёння обмерковали у Брагене. Зимовая весёлка. Вызначилися переможцы студентского фестивалю талентов. А зараза б гэтым іншым больш падрабязна. Делегация Гомельской области приняла уделу Международной навуково-практичной конференции МОЦ у Кукурузе, якая пройшла у Минску. Увага до гэтой культуры в нашем регионе тым больш значная, что минавито кукуруза з'является основой кормового рациону громадского статку. Алексин Серов протягнен. Сегодня нема ни одной краины, где б не выращивали кукурузу. Причем, вся декция вышла на такий узровень, что королеву полю теперь можно убачить навод в Сибири. Мы это Международная конференция у Минску, а знаёмся с опытом выросшивания и новыми перспективными гибридами. Тяруют у дейнику конференция навуково-практики с Беларуси, России, Украины, Казахстана, Франции и Польши. Эффективность в отворчестве и прибыток для агропромыслового комплекса – это головная покажечка. Сегодня у сельско-господарших предприемств Беларуси 4 миллиона 300 тысяч головбойной рогатой живёлы. Забеспечение кормами такого статку – задача непростая. Для Гомской области она усложняется еще изменением климата с протяглыми периодами засухи. В плане включения кукурузы в рационы жвачных животных, в частности коров, является более чем оправданной, потому что на сегодняшний день не существует ни одной культуры, которая могла бы сравняться по концентрации обменной энергии и по способности влиять на молочную продуктивность. Поэтому и в условиях Гомельской области, Гомельская область из года в год страдает засухами, это та культура, которая переносит засух. Организаторы семинара, Министерство сельской господарки и харчевания и международная компания «Сингента» их супрацовництво протягивается уже в маль 20 годов. Тесные взаимодействия у компаний с господарками Гомельской области от проведения демонстрационных показов до полевых выпробований у новых гибридов кукурузы. Их выники свечат, многие дозволяют повысить урожайность у разы. Основный стремлюющий фактор – кошт, який значно вышедший за традиционные гатунки. В прошлом году наши гибриды присутствовали в Гомельской области достаточно широко. И отзывы были только положительные. То есть за счет некоторых гибридов, таких, где Литоп, таких, как Гитага, многие хозяйства делали хороший результат. Кроме того, в этом году в хозяйстве Беларуси нефти особенно, наш гибрид и Литоп был на лидирующих позициях. То есть за счет этого они закрыли многие вопросы по зерну. Увага до молочной жевелогадовни тумачится просто. Починаючи с 2000 года, вытворность молока в Беларуси повеличилась в 7 разов. Это дозволило не только забеспечить уластную харчовую беспеку, а и увозить в топ-15 суцветных экспортеров. Для дальнейших росту необходима якостная кормовая база и миновита кукуруза, головный посадчик энергии урацион громадской остатку. Иншая справа, что при работе с этой культурой необходимо строго выконовать агротехничное потребование на всех этапах, от Сяубы до нарыхтовки и заховывания непосредственно для Гомской области проблема у недокопии техники, что часом не дозволяя проводить все работы в оптимальный термин. До наступного сельскохозяйственного года и она повинна быть вырешена. Сейчас вопрос прорабатывается по распределению техники. Обещают до нового года часть техники, которую мы попросили произвести, обещают, в частности, трактора МТЗ. Остальное до начала посевной, значит, посевные агрегаты, машины для внесения органических удобрений, и трактора до 14 кН, они должны поступить в хозяйство. Материалы конференции будут накированы у регионы для проведения учебы специалистов. Олег Сентяров, Валерий Гипанько, телерадио-компания «Гомель» из Минска. Год Малой Радзимы, як истотный стимул во умоцовании позитивного имиджа мясовых территорий. Гетую тему сьогодние обмярковывали у Брагине. Своим опытом и думками поделились керавники идеологической вертикали, громадских организаций, а так само сродка у массовой информации. Какие были расставлены акценты у год Малой Радзимы, и какие планы ставить на будущее, доведался Дмитрий Котов. Этот год саправды стал годом обновления и доброго парадкования. Хоть эта тема и ранее не заставалась поза увагой. По шарзе приведены уполный парадок Жлобин, Рогачев, Будакашалева, Ельск, Ветка и Житковичи. Все лето новое обличие отрымал Брагин. Тут реконструированы аутостанции Дом культуры, а спортивная школа и школа мастерства нарештенно были постоянные места прописки. Однако допомогой областных уладов справа не обмяжуется. Мясовые же хоры так само ожидают примать непосредный удел в развитии своей Малой Радзимы. С минулого года в Брагинском районе денежный совет по устойливым развитиям. В его составе старшины сельских советов, предпринимательники, представники некоммерческих структур. Огольными намаганиями яны мкнутся праздностайные инициативы заработать свой край еще больше пригожим и утульным. Люди с удовольствием включаются и делают это для того, чтобы развивать нашу Малую Радзину. Потому что мы хотим сделать наш район уникальным, привлекательным. Мы хотим, чтобы в наш район ездили туристы. И самое главное, чтобы в наш район возвращалась молодежь и понимали о том, что своя территория, своя Малая Родина очень дорого. И, наверное, нигде мы не будем так себя хорошо чувствовать, как в своей Малой Родине. Один из важных накерунков в работе идеологов в области – взаимодействие с молодежными организациями. Важно не только привезти в парадок территории, но и заховать сделанное – отказность за это на молодым поколении. Наша молодежь при благоустройстве территории, при покраске скамеек, клавочек, они придают этому еще большее значение, потому что они благоустраивают в первую очередь свою Малую Родину, наш населенный пункт, Лельчицкий район в целом. Угод Малой Родины работа по доброму парадкованию на Гомельшине узмацнилася. Проведено 2300 субботников на 600 больше, чем летать. Частей стали проходить святый вёсок. Сё лето их отбылось о маль 350. Это так само вельми важно для умоцования позитивного имиджа мясцовых территорий. Сегодня практически в каждом районе есть свой фестиваль «Знакомиты далека по замежам в области». Однако необходимо, чтобы в перспективе любой город был уластный имиджевый проект. Именно вито тому корыстные такие сустрейши. Обмен в опытом и думками дозволяя запозыщить нечто текавое для працы на своей территории. Нам действительно есть чем поделиться. В Гомельшской области накоплен серьезный опыт по развитию территорий. Очень приятно, что сами граждане проявляют инициативу по благоустройству и наведению порядка на своей Малой Родине. И во многом благодаря средствам массовой информации не только местные жители, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом, услышали этот призыв и вернулись на свою Малую Родину, чтобы внести свою лепту в ее развитие. Год Малой Родимы протягнется до 2020 года у Клюшна. Ясше шмат треба зарабить. Добрый, коли кожный будет памятать об отказности за парадок вокруг своего дома. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Брагина. Сегодня на посаджении Гомельского гарвы «Канкама» обмерковывали два актуальные для города пытания. Забеспечение насильства нехарчевыми товарами и супрадзенне коррупции. Загученной информацией и принятыми решениями ознайомились наши корреспонденты. Час дефициту давно уминул, Маляга, это не значит, что проблем у ганльовой сферы не засталося. Под час чергового посаджения Гомельского гарвы «Канкама» увага нехарчевой группе товаров. В этом году падение продажу только по трех позициях – цементе, шкарпетках и трикотажных вырубах. Разом с тем повеличилась реализация товаров, призначенных для протяглого користания. А малю двоя легковых автомобилей, на треть – телевизоров и на четверть – холодильников. В управлении ганлью послух не выключают, что частка этой продукции набитая ниже харами Гомеля. Але на статистику это не уплывая. Нехарчевыми товарами в областном центре сегодня гандлюют больше, как две тысячи крам, включающие интернет-крамы и секонд-хенты. Если магазины так серьезно растут в этом сегменте, то значит на них есть спрос. Сказать, хорошо ли это или плохо, каждый потребитель для себя выбирает и голосует за тот или иной товар рублем. Соответственно, в первую очередь хотелось бы, чтобы товары, которые предлагаются в этих, так сказать, дешевых магазинах, имели сертификацию и были безопасны для наших потребителей. Далее, именно в сфере гандлю все лета зарегистрирована наибольшая колька злочинства коррупционной накированости. Об этом так сама размова подчас посаджения Гомельского гарвы Канкама. И хоть у Паравна не с минулым годом ситуация греху полепшилась, правопорушения все равно застаются. За 10 месяцев этого года их зарегистрировано 135 и практически во всех сферах. Коррупционные преступления выявляются во многих сферах жизнедеятельности. Конечно, это и торговля, и сфера услуг, и государственное управление, к сожалению, и в органах образования, и здравоохранения. Для каждого из этих сфер традиционно, так сказать, свои коррупционные проявления. Если мы говорим о сфере здравоохранения, то это, конечно, чаще всего связано с незаконной выдачей и листков временной нетрудоспособности. Если это сфера образования, мы констатируем, что у них выявляются факты хищения путем фиктивного трудоустройства лиц. Для сферы промышленности наибольшее количество выявленных коррупционных преступлений связано с государственными закупками и за получением взяток за лоббирование институт коммерческих структур. У принятого решения комплекс мер, накированный на сопротивление коррупции, начинающий от анонимного анкетирования в прационных коллективах и створения антикоррупционных комиссий в буйных организациях, детестирование особ, которые претендуют на кирующие посады. Олег Сенсоров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». Сегодня «Гомель» наведала рабочая делегация китайского города Хуаянь. Еще в 1997 году он стал побратимом нашего областного центра, но потенциал для активизации супрациониста еще застается вельми значным. По колькости насильництва Хуаянь займает у Китая 54-е место. У им проживая больше, как 1 миллион 600 тысяч человек. Гэта утрая больше насильництва «Гомеля». Але такая розница не уплывая на жаданне боков реализовывать сумесные проекты. Зараз на Китайскую Народную Республику припадает только 1% знешних андлёвах обороту «Гомеля». У Китая накировываются комбайны, цукерки и молочные продукты. Обращая экономики и сирот макшимых накерунков супрационистства, так само взаимодействие у гуманитарной сферы. Одна из наших школ подписала договор о сотрудничестве со школой в городе Чинду, которая тоже позволяет обмениваться информацией, изучать культуру Китая, и, соответственно, китайцы изучают культуру Белоруссии на уровне школ, на уровне детей. Поэтому можно и в Хуаяне тоже такие проекты реализовывать. У субботу 8-го снежня пройдут черговые промые телефонные линии с представниками УЛАДы. У Гомельске мабл выконками на звонки откажет наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона 33-12-37. У Гарвы конками на совесть выйдет керавник справ Алексей Васюченко. Номер 33-07-62. Час работы промыхленней с 9 до 12 годин. Зимовая веселка заиграла усіми фарбами. У Гомелі пройшов обласный форум студентских талентов. У делу им пройняли команды семи высшейших навучальных установ региона. За ходом яркого и ведовищного шоу назирали наши корреспонденты. Обласный студентский форум проходится в 21-й раз. За этот час фестиваль стал культурным брендом Гомельщины. И з'является одной из самых чеканных подзей года у студентской масяроди. Аналог их нема во всей Украине. Вселетняя зимовая веселка складается из некоторых этапов. Почался фестиваль с доброченной акцией «За справу», подчас якої студенты наведали социальные установы Гомеля и Мазера. В этом году мы этот форум сделали двухдневным. Сделали его двухдневным для того, чтобы каждый вуз в рамках празднования Международного дня волонтеров посетил социальные учреждения с концертом, с подарками, с клоунами, с аниматорами. И вот сегодня в рамках самого мероприятия каждый из вузов подготовил ролик, как они это сделали. Это будет таким, скажем, новой фишкой, которая в этом году была внедрена. У Дзеньфорума у фойе Громадско-культурного центра разгорнулась интерактивная выстава студентской инициативы у Год Малой Радзимы. Однаголовная подзея зимовой веселки – это концертная программа, которую склали лепшие номеры першокурсника. Все лето выступление присвятили одной теме – 100 годю у ЛКСМ. Программа посвящена тематике «100 лет в ЛКСМ». То есть программа посвящена тому, сравнению союза молодежи тогда и сейчас. То есть будут танцы, песни. Будет миниатюрки, посвященные именно этой тематике. И также будет посвящена миниатюра жизни врачей и выпускников нашего университета. Я участвую в танцах. Я с факультета победителя, с энергетического факультета. Мы выиграли наш первый курсник. И наши танцы, в основном, и вокал взяли из наших номеров. Я думаю, мы победим. Мы настроены только на победу. Жюри в составе ведомых творческих особ региона и керавников мастерских установ, вызначая самые креативные сценичные решения. Сиротголовных критериев – раскрытие сюжетной линии, умение отделника упевнено триматься на сцене и узровень их выканальницкого мастерства. А кроме того, творческий номер должен продолжиться не больше за 15 минут, и на сцене одночасово могут находиться до 50 человек. Здесь, в первую очередь, мы смотрим в синтезе всю эту программу, где должны присутствовать не только юмор, это в первую очередь, но и пластика, хореография, это вокальное исполнение. Ну и, конечно, та сюжетная линия, которая должна иметь какую-то под собой основу. Переможцы у концертной программы студентского форума «Зимовая веселка» вызначили у некоторых номинациях. Головная у знагорода «Гран-при» накировалась у Белорусской державной университет транспорта. Удельники этой команды так само стали переможцами у номинациях «Лепшая режиссерская программа», «Лепший актер» и «Лепшая актриса». А кроме у знагорода диплома, у команде досталась экскурсийная поездка по маршруте «Золотое кольцо Гомещины». Что-то не подходит. Сейчас. Артур! Сейчас, 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 сейчас. Адам, стоп! Женок, вознайте дверью университет, в который все мечтают попасть. Так пойдем скорее! Ганна Коральчук, Игорь Марысченко, телерадио «Компания Гомель». ГТА, так сама иншая новинная вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Если дорого, но очень хочется. В суде городского поселка Октябрьский сегодня прошло рассмотрение дела о хищении товара из магазина по улице Советской. С прилавка пропал элитный французский сыр. Упаковку из-под него со штрих-кодом обнаружили в соседнем отделе. Камера видеонаблюдения объекта торговой сети сохранила момент, когда товар с прилавка в сумку к себе кладет женщина. В ходе проведения проверки сотрудниками РОВД были исследованы видеозаписи камеры видеонаблюдения, имеющихся на торговом объекте. И была установлена личность гражданки, причастной к совершению хищения. Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает виновность Луцкович в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 10.5 КУА Республики Беларусь, установленной и доказанной. Подвергнуть административному взысканию в виде штрафов до код государства в размере семи базовых величин на сумму 171 рубль 50 копеек. Отметим, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности по нескольким статьям. В последний раз 25 сентября этого года ее также приговорили к штрафу за мелкое хищение. Эксперты Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области приступили к исследованию паспорта, изъятого у гражданина Армении. Техническая экспертиза документа назначена сотрудниками Гомельской пограничной группы в рамках проверки в отношении гражданина иностранного государства, который пытался выехать в Украину через железнодорожный пункт пропуска Терюха. Мужчина был пассажиром поезда Минск-Киев. В пункте пропуска Терюха при прихождении паспортного контроля был подъявлен паспорт гражданина Армении с признаками частичной подделки документа. Данный факт был выявлен сотрудниками органов пограничной службы. Предъявитель документа задержан за покушение на незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь. В настоящее время по паспорту гражданина Армении назначена техника криминалистическая экспертиза. В отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия. По объяснениям задержанного он направлялся в аэропорт, чтобы, сэкономив на разнице в цене билетов, из Борисполя вылететь в Ереван. При этом мужчина, личность которого сейчас устанавливается, утверждал, что предъявленный пограничникам документ ему якобы выдали компетентные органы Армении. Иностранного гражданина обвиняют в нарушении правил пребывания в Республике Беларусь и правил пересечения границы. Благодаря автономному пожарному извещателю удалось сохранить жизни четырех человек в Брагинском районе. Сегодня в начале четвертого утра поступил звонок о пожаре в частном доме в деревне Селец. По прибытии расчета к месту вызова дом горел открытым пламенем. Отец семейства находился в соседней деревне у своей матери. Дома находились его 47-летняя жена, теща и два сына 1991 и 1995 годов рождения. По рекомендации МЧС, в прошлом году в доме были установлены два пожарных извещателя. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждено имущество в доме. Сын хозяина дома проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Разбудил всех остальных жильцов, после чего все самостоятельно вышли на улицу. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – это нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. ГАИ просит помощи в поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия. В Гомеле почти полтора месяца не могут найти водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Авария произошла 26 октября в районе рынка Старый Аэродром в период времени с 16 до 17 часов. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Поиски неизвестного водителя ведутся до сих пор, но пока безрезультатно. Если вы стали свидетелем аварии, просьба сообщить об этом по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Ближайшие выходные в чемпионате Беларуси по мини-футболу состоятся матчи 13-го тура. В субботу в Бресте Гомельская БЧ встречается с одноименным клубом. Соперников турнирной таблицы разделяет 8 позиций и 16 очков. Брещани на 13-м месте, Железнодорожники на 5-м. Также в субботу в Светлогорске сойдутся местные ЦКК и Щучин. Обе дружины обитают в нижней части турнирной таблицы. ЦКК занимает 10-ю строку. При этом от зоны плей-офф Светлогорскую команду отделяет всего 2 очка. Щучин располагается на 14-м месте. ВРЗ отправится в гости к Борисову-900. Гомельчане возглавляют таблицу чемпионата. Борисовчане на 6-м месте. Этот поединок состоится в воскресенье. Юношеская сборная Беларуси по мини-футболу проведет первый учебно-тренировочный сбор. Соберется команда с 11 по 13 декабря в Столбцах. На первый тренинг-кэмп Александр Черник и Игорь Федоринчик вызвали 21-го футболиста. В числе приглашенных игроки гомельской команды ГГУ ВРЗ Юни – это голкипер Артем Петухов и полевой Артем Конюхов. ЦКК Юни в сборной предстоит Александр Макаров. Первый матч юношеская сборная Беларуси проведет 19 и 21 декабря против сверстников из Польши. На игры в польский город Бохни отправятся 14 футболистов. В предстоящий уикенд в Гомель приедет один из лидеров белорусского мужского клубного волейбола. В очередном туре чемпионата страны «Энергия» встретится с Солигорским шахтером. Третья и вторая команды нынешнего первенства в субботу сыграют в 19.00. В воскресенье матч начнется в 13.00. Оба поединка пройдут на паркете спорткомплекса «Локомотив». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.